Всем привет! Сегодня еще решил одно видео снять про автолизат. Я тут просто провел несколько экспериментов различных, посмотреть, как его, собственно говоря, лучше получать в духовке. Смотрите, я использую прессованные дрожжи, небольшие пачечки, которые по 100 грамм. Режим в духовке у меня такой, то есть температура 70-75 градусов, я выставляю. Значит, что я пробовал? Пробовал просто в банку насыпать дрожжи и в банку насыпать дрожжи и заливать это небольшим количеством воды. То есть результат абсолютно идентичный, то есть выход в раствор вот этих вот аминокислот, всяких полезных и так далее, он в данном случае одинаковый. Далее, пробовал я с ферментами также. То есть я купил специально вот такие вот ферменты. Вот название видите? Значит, протосубтилин, глюкавамарин, амилосубтилин и целлолюкс. Значит, они переваривают, скажем так, углеводы, переводят их в моносахара, в дисахара, то есть и то же самое делаются с белками, переводя их в аминокислоты. То есть разрушают клеточную стенку и там все дальше лизируют. То есть, ну, по сути дела, если так говорить, это аналог того же самого панкреатина, но уже, скажем так, для промышленного производства. То есть их в основном используют, я так понял, для изготовления солода, для ускорения его ферментации. Вот. То есть при добавлении вот этих ферментов выход немножечко побольше, не сильно процентов на 5 и меняется запах автолизата вообще сильно. То есть если мы без ферментов, у него такой специфический запах, я его даже не могу ничем описать, но мне он не нравится, немножко неприятный. Если с ферментами, то запах менее такой насыщенный и немножечко напоминает запах мясного бульона. Вот. Значит, добавляю я небольшое количество. То есть там, в принципе, можете по инструкции посмотреть. У меня вот такая есть ложечка стеклянная. Я ею просто шпателем вот этим цепляю и в баночку добавляю. Значит, проверял я время, также за которое делается вот этот вот автолизат. То есть мерил вот эту вот жидкую фракцию. То есть доставал баночку из духовки, ее перемешивал, ставил обратно в духовку. Как только отстаивается немножко, брал и проверял рефрактометром. То есть повышается концентрация растворенных веществ и как. Значит, и оказалось, что через 18 часов концентрация, в принципе, уже не увеличивается. То есть она вот при таком режиме 70-75 градусов остается уже стабильная. То есть при этом со 100 грамм дрожжей в раствор выходит 10 грамм. Ну, плюс-минус. То есть до 15, от 8 до 15, скажем так. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с качеством дрожжей самих. Не могу сказать. Вот, значит, после того, как мы провели, значит, вот эту всю процедуру в духовке, то есть хотя пишут, что нужно двое суток, но, как оказалось, 18 часов вполне достаточно. Как правило, дрожжи там за это время погибают полностью. То есть я делал посев вот этой вот во всей мути, то есть перемешивал, делал посев на агар, ничего не выросло. Но так происходит, оказывается, не всегда. То есть в один из экспериментов я поставил вот это отстаивать не в холодильник, а оставил просто на столе. И через три дня она у меня вся помутела. То есть там дрожжи ожили, часть, и начали свое дело. То есть пришлось это заново опять все ставить в духовку. После того, как мы достали это из духовки, мы это разбавляем нужным нам количеством воды. То есть много разбавлять не надо, просто чисто потому, что это хранить потом где-то надо. То есть либо сразу использовать. То есть вот здесь вот у меня 300 грамм дрожжей, три пачки. Вот баночка сама, она получается 950 миллилитров. То есть вот видите, здесь где-то, наверное, миллилитров 400 воды. Я отсюда потом возьму осветленного автолизата. То есть ставим это в холодильник, чтобы осадок весь ушел. Он немножечко уплотняется. После этого я беру обычный 20-ти миллилитровый шприц, стерильный, и им откачиваю и переливаю вот в такой вот флакончик. После этого все это в микроволновке кипячу. Либо, если у вас есть автоклав, то можно проавтоклавировать. И, в принципе, оно дальше хранится. Мы можем его использовать для своих целей. Значит, я его собираюсь использовать, ну, не собираюсь, уже использую для приготовления питательных сред, для бактерий, для грибов. Вот, в агар. И собираюсь добавлять при наращивании на мешалке тоже. Сейчас вот ставлю тоже эксперименты. Значит, сам осадок, чтобы нам его не выливать, в принципе, там достаточно много питательных веществ остается, мы можем использовать для полива наших растений. То есть либо комнатных растений, либо рассады, либо прямо в огороде можно. То есть я беру из расчета 20 миллилитров вот этого осадка на литр воды и поливаю. Единственное, что рекомендую, поливать сверху, так как снизу, когда поливаем, этот осадок там все равно остается, потом там вода, и это начинает немножко неприятно пахнуть, скажем так. То есть лучше, если через поддон поливаете, потом поддон промыть. После этого. Сейчас я покажу, как, скажем так, вот на агаре с вот этим автолизатом растут грибы. Еще как можно использовать этот автолизат для подкормки, то есть осветленный автолизат мы используем для подкормки растений по листу. То есть непосредственно вот давать вот такой вот раствор по листу я бы не стал, потому что он потом высыхает и образуется такая пленка белого цвета на листьях. То есть я так думаю, что это не нужно абсолютно никому. Вот, то есть используем осветленный автолизат. Берем его из расчета максимально, это 10 грамм сухого вещества на литр воды. Вот, можно поменьше. То есть есть, по идее, для разных культур по-разному. Посмотрите подкормки, которые аминокислотные для растений. То есть и сделайте перерасчет на автолизат. для каждого растения. Вот, значит, единственное, что когда подкармливаете растение таким образом, значит, добавляете всегда в раствор что-то из фунгицидов. То есть это либо биопрепараты какие-то, типа стеной палочки. Вот, потому что вот на этом растворе, если на листьях что-то есть, какой-то патоген, он очень обрадуется этому раствору и прям начнет расти хорошо. Вот, то есть, если там какая-то скрытая инфекция есть, мы получим, скорее всего, вспышку инфекции на растениях. Вот. Значит, автолизат этот стоит использовать тогда, когда у нас либо планируется у растений какой-то стресс, либо они его уже испытали. То есть для дополнительной подкормки, для их нестимуляции. То есть это когда снижение температур какой-то идет, пересадка растений. Вот, то есть в этих ситуациях. Значит, и вот первая партия. Значит, сегодня у нас 19 марта. Это был посев 7 марта. То есть это триходерма ТН-82. То есть наросла она здесь за трое суток и уже начала за это время активно спороносить за трое суток. То есть сейчас вот она просто стоит. Такая. То есть, в принципе, ей понравилось. Значит, дальше. Здесь у меня несколько грибов. Вот этот вот гриб это метаризия, а не заплия. То есть получается за 12 дней вот так вот она достаточно неплохо наросла. Ну, эти два гриба у меня на идентификации. То есть это, скорее всего, какой-то пицеломицис. Вот. То есть там будем разбираться. Что дальше? Значит, это баверия. Бассиана, то есть из кольцовского препарата. Достаточно неплохо, я считаю, наросла. Значит, это дундентония флагранс. Я ее сюда посеял точечно. Неделю целую не прорастала. Потом все-таки начала прорастать. То есть препарат уже давнишний, ему полтора года. Надо обновлять. То есть я думал, что она уже не прорастет. Вот. Но, в общем-то, выросла и растет нормально. Так как она, я считаю, не проросла, я взял и посадил ковром. Тут могу открыть. Вот. То есть и она проросла вот. Вот эти вот бугры, это отдельная колония, получается. Не хочет фокусироваться. Что-то. В общем, такая она как вата. Цвет белый, и он не может здесь сфокусироваться. Вот. Значит, следующий гриб это глиоклодинум, катонулатум. Тоже ему 12 дней зарос почти всю. Чашку Петри растет достаточно так интенсивно. и хатомиум куприум. Тоже за... Ну, он уже на стенки налез, уже на все. То есть, начинается вот этот его специфический такой красный окрас. то есть, ему тоже, в общем-то, здесь на такой среде нравится. Значит, среда какая получается. То есть, 200, ну, я брал, скажем так, из расчета какого. То есть, 15 грамм сухого вещества автолизата на литр воды и 30 грамм меда тоже на литр воды. Вот. То есть, состав такой, то есть, ни удобрений никаких, ничего другого туда я не добавлял. То есть, вот именно так. То есть, я решил попробовать чисто с автолизатом. То есть, для грибов там хватает всех микроэлементов. То есть, они растут, в общем-то, хорошо. Значит, следующая партия у меня от 12-го числа. То есть, им получается 7 дней. Вот. здесь пицеломица с фумосорозиумом открывать не буду. Тоже сеял ковром. Растет хорошо. И дальше различные триходермы. То есть, я специально брал триходермы с разным типом роста, чтобы посмотреть, как они вот именно на этом агаре будут расти. То есть, это вот одна из триходерм. Вот так вот выглядит. Значит, это глиоклодин, то есть, триходермы хорцианом из препарата глиоклодин. Значит, это один из диких вариантов изоляторов, которых я сам получил. То есть, видно, что началось проношение только на вторичном росте мицелия. Значит, это триходерма с препарата кольцовского микоратовская. То есть, вот так вот она растет. И еще одна триходерма, тоже предположительно хорцианом. Вот. То есть, у нее тип просто вот такой. Значит, что могу в целом сказать по поводу всего этого. То, что они на этой среде жируют. Вот. То есть, это особенно видно, например, по этой триходерме, которая не хочет споры давать, хотя она более бедной среде, она дает споры достаточно неплохо. Вот. То есть, я так считаю, что, наверное, автолизату сюда надо добавлять, ну, попробую опять поэкспериментирую с концентрациями, но, наверное, в раза два меньше, как минимум, чтобы они не жировали, потому что они уходят в рост мицелия и, соответственно, нам нужны споры преимущественно. Видите, то есть, мицелия такой пушистой становится. Вот. Даже кольцовская мета, которая, в общем-то, растет достаточно плоско и, скажем так, неохотно. То есть, здесь и то, вторичный рост у нее пошел, пушится немножко. В общем, вот так. Значит, теперь, как на такой среде растут бактерии. То есть, единственное, что для бактерий я брал концентрацию в два раза меньше. То есть, из расчета сухого автолизата на литр 7,5 грамм и 15 грамм меда. То есть, мед у меня гречишный. То есть, ну, кто будет говорить, что типа мед не надо так делать, он у меня просто уже, ему, по-моему, больше 10 лет. Вот. Он у меня стоит. Я его уже есть не планирую. То есть, зачем, если есть свежий. Вот. И я его решил израсходовать вот для питательных сред. Значит, что здесь могу сказать? Значит, псевдомонады на этой среде расти вообще отказались все. То есть, у меня 11 различных видов штаммов псевдомонад. И на этой среде они не выросли вообще никак. Вот. То есть, получается, что что-то им здесь не нравится. То ли состав автолизата, то ли может быть PH автолизата не подходит. Надо в более щелочную форму уходить. Потому что PH самого автолизата где-то 6 чуть-чуть поменьше. То есть, он немножечко в кислую среду смещается. А псевдомонадам надо, ну, скажем так, более щелочная. Но мед, сказать, что не подходит. Я их уже растил на среде с конкретно с этим медом. Там они все нормально росли. То есть, для псевдомонад вот конкретно эта среда не подходит. Причем, я думал, может быть недостаток азота. Я в следующую партию добавил уже нитрат калия. Вот. Тоже не выросли. То есть, без толку. То есть, дело не в азоте. Следующая бактерия. Значит, Bacillus subtilis. Это с препарата бактоген, с кольцовского препарата. Растут на такой среде хорошо. Значит, Turingiensis и Lepidoцит и Bactozyt то есть, растут тоже на этой среде отлично. Далее. Биаинки, что с азотовита, вот она, что с биогидрогеля, растут хорошо. Значит, под 98 у меня получается Bacillus megaterium. вот она тоже растет хорошо. Так. Значит, сейчас просто я по циферкам не помню, где какая. Сейчас буду смотреть. Значит, 95. Это Bacillus lehineiformis. Растет нормально из антистрессанта. Под 96. это азота фиксенс плантековская. 101. Это с препарата органит N азоспирилилум зены. И под циферкой 102 это азотобактер виниландия. То есть, тоже все растут хорошо. Так. Здесь я дублировал просто некоторые. Так. 96-95. Ну, то же самое дублировал. Вот. То есть, по большому счету все бактерии за исключением значит псевдомонат и почему-то у меня Bacillus моцелогенозус тоже на этой среде отказалась расти. Надо разбираться, может быть, препарат не совсем живой. Вот. То есть, в целом, бактериям это нравится. То есть, растут они активно. То есть, колонии образуют крупные. То есть, в общем-то, такая среда им подходит. Так что, на будущее кто собирается скажем так, выращивать эти культуры. то есть, можно обходиться без удобрений, можно обходиться только автолизатом и углеводами. Все. Больше, по большому счету, им здесь ничего не нужно. Ну, для большинства культур. То есть, псевдомонатами надо разбираться. Вот. с остальными все хорошо. Так что, вот. Все. Все, что хотел сказать по этому поводу сказал. Вопросы будут. Задавайте. Какие-то комментарии, предложения то же самое. Пишите. Все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok